Всем доброе утро! Почитала я ваши комментарии, многим понравилась перестановка. В общем, многие заметили, некоторые написали, Марина, поменяй пледы, не будет от этого визуального шума. На самом деле, я знаю об этом. И когда одинаковые пледы, выглядит всё намного лучше. Но девочки против. Также убрала я принтер. Вы мне написали убрать на подоконник. Я думаю, ну, а почему бы и нет, действительно? Вот так вот убрала, и теперь он тут стоит. Единственное, пришлось убрать бумагу, потому что с бумагой он не закрывается. Ну, ничего страшного, надо будет, бумагу вставлю, правильно? На днях ездила, купила Насте. Смотрите, что. Вот такую вот штучку. Взяла её в Сенсей, в магазине. Это специально для её рукоделия. Тут идёт первое отделение. Потом идёт второе. Вот так вот. И третье. Настя ещё не заполнила. В рисунок попасть. Ну ладно, сейчас этим заниматься не буду. Так. Так что сюда Настя сложит все свои прибамбасы для шитья, иголки, нитки. Стоит красивенько только. Вот такая была покупочка. Так, какие у нас сегодня планы? Ну, во-первых, девочки у меня в школе. В планах у меня сегодня, конечно, ой, сегодня такой очень важный день для нашей семьи. Я очень переживаю, нервничаю. Но об этом я расскажу чуть попозже. Вы всё узнаете. И прям очень-очень хочется уже поскорее, чтобы это произошло. Дождались мы. Так, ну что, видео продолжается. Я надеюсь, вам ещё не надоели школьные детские влоги, потому что следующий контент специально для вас, потому что я до сих пор бегаю и закупаюсь. В общем, вчера скинули мне такой список. Такой список, такой список, господи. Вот, что сегодня в срочном порядке я приехала в торговый центр закупать. На технологию, в бассейн, ещё на предмет... Короче, приеду домой, вам скажу. Вообще, там по списку даже ни о каких слов не знаю. Так что всё, бегу туда и вернусь к вам уже с покупками. Я вам покажу. В общем, школа началась, и какая-то беготня не прекращается. Я потерялась. Вы даже не представляете, какой труд мне составил это всё собрать по списку. Вы даже не представляете. Это просто... Я даже вам ничего не снимала. Я замучила всех продавцов, чтобы они мне помогли. Но... Работают очень хорошо. Тут не поспоришь. Прямо отработали на все сто процентов. Побегали по магазинам, всё мне нашли. Вообще. А на рисование Катюшке нужна кисточка. Пришла покупать. Просто... Мир кисточек. Как определиться, какую мне надо? Я вообще заблудилась, девочки. Спасите, помогите. Это вообще... Всё, короче, я сижу в машине. На самом деле... И вообще у меня просто... Крыша едет. И слава богу, что консультанты очень хорошо отработали. В таком магазине они очень помогают сильно. Потому что ассортимент огромный. Что где искать, неизвестно. А ещё, кстати, меня встретила моя подписчица. Так что тебе огромный привет. Мужу тоже привет. Счастье, как будто я заболеваю. Начало, знаете, болезни. Начала чихать. Вот это всё непонятно. Ковид, что ли? Даже ковид снова начал ходить. Бродить среди нас. Как он посмел. Вот. К чему я говорю? К тому, что я вышла вся такая, знаете, растрёпанная. Вот это всё. Думаю, господи. И как раз меня подписчица узнала. Ну, вот так всегда. Когда ужасно выглядишь, именно в этот момент тебя застанет кто-то. Это из разряда... Пойду-ка я мусор выкину. Да кто там на меня будет смотреть? Или там быстренько за батоном сбегаю в домашней одежде. Именно в этот момент ты встречаешь тех людей, перед которыми хотелось бы выглядеть получше. Закон полости. Вот всё. Дышу свежим воздухом. Еду домой. Девчонки, купила на три тысячи. Просто на три тысячи всякой ерунды. На урок. Технологии и урок. Чего-то там ещё. Это к чему говорю? К тому, что цены какие? Это вообще атас. Атас. И многие из вас спрашивают, Марина, покажи свою коллекцию парфюмов. На самом деле она у меня достаточно скромная. И я давненько ничего нового не покупала. Мой любимый на лето это вот такая вот шанелька розовая. Никогда не могла подумать, что я буду пользоваться шанелью, потому что мне казалось раньше, что именно шанель, они для каких-то таких уже более взрослых женщин. На осень я сейчас пользуюсь вот этими от Armani. Такой сладенький. Но ноты я описывать не умею. Если интересно, то зайдите в интернет, почитайте, посмотрите. На вечер у меня вот этот от Dolce & Gabbana. Всегда всем нравится. Он такой прям сладкий, вечерний. На какое-то определённое событие. Мисс Диор, например, да, который я купила давно, он мне вообще перестал нравиться. В общем, я им совершенно не пользуюсь. Я не знаю, как так получилось. Когда я покупала, он мне подходил. А потом разонравился. Бывало ли у вас такое? Напишите в комментариях. Вот этот от Berber тоже я давно покупала. Мне он не понравился. Короче, к чему я веду? Наступила осень, и мне захотелось попробовать что-то новенькое. И что-то новенькое у меня появилось. Сейчас я вам покажу и всё расскажу. Но речь пойдёт о таком вот аромабоксе. Это набор селективных ароматов. Вы не знаете, что это такое, но сейчас я вам расскажу. А перед этим хочу рассказать, что приобрела я его на сайте rendezvous.ru. У них только оригинальная продукция. И при каждой покупочке, при каждом заказе они кладут маленькие презенты, пробники. Это, кстати, очень приятно, потому что многие магазины этого не делают. Сам сайт очень удобный. То есть, там есть разделы бестселлеров, новинки, скидки. На данный момент на сайте идёт распродажа. На большое количество товаров скидка до 50%. На сайте есть возможность оплачивать долями. Рассрочка, без процентов. При оформлении заказа оплачивайте 1 четвёртую цены, остальные потом. Кстати, по моему промокоду вы получите дополнительную скидку. Ну что, давайте пару слов про сам аромабокс вообще. Что он из себя представляет. Это 8 селективных ароматов. Вот так вот выглядит коробочка. Коробочка. Очень лаконичный, приятный дизайн. Выполнена очень качественно, добротно. В наборе представлено целых 8 отливантов оригинальной парфюмерии. По 1,5 мл. Флакончики выполнены из стекла. Набор даёт возможность как следует разносить аромат. Каждого флакончика хватает на 35 распылений. Что, в свою очередь, поможет избежать ненужных покупок дорогих полноразмерных флаконов. Все тут ароматы не дешёвые. Я почитала описание каждого. Спустя неделю, побольше, наверное, я тестирую, скажу сразу, что мне не все понравились. Если бы я, знаете, вот такой вот аромат купила за 10 тысяч, и он бы потом стоял, ну, это, конечно, не очень, да. Это достаточно затратно. У меня были такие случаи, когда я покупала, а мне не подходило. Это как раз относится, знаете, к какому аромату, который тоже тут есть, который я подарила своей подруге. Называется Монталь Роуз Мусс. Розовая баночка, помните, я разорилась. Мне в магазине показался аромат мой, что вот да, вот запах розы, всё моё. Но как только я стала его надевать, так скажем, в обычной жизни, я поняла, что он абсолютно не мой. Он меня душит. И я подарила его подруге. Кстати, подруге моей он подошёл. То есть, по мне, так это вообще идеальный вариант как для подарка. Самой тоже купить себе, попробовать дорогие парфюмы. И, ну, то есть, так никаких денег не хватит. Все парфюмы покупать. Кстати говоря, на ароманбоксе сейчас идёт скидка 30%. Вы можете приобрести по выгодной цене. Хочу немножечко рассказать про аромат, который мне подошёл, понравился. Возможно, я бы рассмотрела к покупке полноразмерной версии. Вообще, хочу сразу сказать, что это мой первый опыт с селективными ароматами. Они все необычные. Я даже поначалу подумала, господи, какой ужасный аромат. Ну, потому что, действительно, это не те, к которым мы привыкли. Вот ты идёшь в магазин обычный, да, покупаешь, и вокруг тебя все с этим ароматом. Мы все как под копирку ходим, одним и тем же пшикаемся. Если вы хотите попробовать что-то новое, что-то интересное, то это идеальный вариант. И есть вот такой аромат, который мне больше всех нравился. Вот так вот он выглядит. В общем-то, сейчас на своих экранах вы можете заметить описание этого аромата. Вот он мне больше всего понравился. Также очень необычный аромат. Кокаин. Странно, почему? Меня на него подтянуло. Когда я его нанесла, первый раз мне показалось, господи, какой кошмар. Ужасный аромат. Но потом, со временем, вот к вечеру я сижу, принюхиваюсь и понимаю, что мне очень нравится. То есть, он раскрывается со временем. То есть, поначалу наносите, он вообще мне не подошёл. Очень какой-то такой аромат отталкивающий. А потом нормально. Ну, в общем, нужно тестировать. Почтенки буду продолжать и оттестировать, потому что я не натестировалась. И последняя покупочка, которая также у меня была в магазине Радеву, это, конечно же, как автомобилистки, которая очень любит, чтобы в салоне очень приятно пахло. Это вот такой вот диффузор, или как он называется, автопарфюм. Я не могла выбрать аромат. Игристое вино. Пить за рульом нельзя, но хотя бы понюхаю. Пойду в машину повешу и расскажу о своих впечатлениях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, покупали ли вы когда-нибудь селективные ароматы. Что вам понравилось, что категорически не зашло. Интересно было ли вам попробовать вот такой вот наборчик. Ну, конечно же, все ссылочки на магазин и на вот этот набор я всё оставляю в описании. Будет интересно почитать ваши комментарии. Что я включаюсь быстренько, хочу вам рассказать вообще про то, что вот скоро я поеду забирать нашего котика. Я об этом вообще нигде не упоминала, потому что я как-то это, знаете, настолько это больная тема. Честно сказать, если бы не девочки, я бы, наверное, всё-таки не решилась снова на животного. Для меня это большой стресс. Для меня то, что вот последнее произошло, я очень долго переживала. Прямо вы даже не представляете, насколько это было больно для всех нас, для нашей семьи. Поэтому я от одного мысли, что вот опять снова, не дай Боже, какая-то, знаете, карма. После того случая я прям думаю, всё, нет, я не хочу больше. Но девчонки у меня, мама, мы хотим, мама, прям, знаете, каждый день меня, каждый день долбили. Прямо нормально хотеть животного. И, ну, коты это коты. Коты. Я сама всю жизнь жила с котами. И также переживала смерть животного. Это, конечно, всё тяжело, но всё равно хочется. Пушистика домой, чтобы он дарил нам любовь, уют и, конечно же, много-много беспредела. Чтобы, ну, короче, не скучно жилось. И, собственно, я определилась. Я опять выбирала породистого кота. Вы, наверное, сейчас скажете, вот, Марина, зачем, мы все тебе говорили, возьми с приюта, спаси жизнь. Это как бы я всё понимаю. Я не собираюсь сейчас перед вами отчитываться. У нас у всех своё мнение. У каждого из нас есть выбор. Вот. Выбор такой, либо выбор такой. Поэтому каждый живёт так, как хочет. Каждый выбирает животного породистого. Не породистого. С улицы. Не с улицы, да. То есть осуждать человека за его выбор, наверное, не стоит. Самая главная причина, почему я всё-таки выбирала породистого, это в том числе и прошлый раз. Я очень надеюсь, что вы не будете писать негатив, потому что это больная тема для меня. Я надеюсь на ваше понимание и благоразумие, что вы не будете сейчас негативить. И в прошлый раз я выбирала обесинского кота, потому что они практически не линяют. Для меня очень важно, чтобы всё-таки животное не линяло. То есть есть породы, которых нужно вычёсывать. Сильный уход. Прямо знаете, то есть по всей квартире, сколько бы ты ни вычёсывал, эта шерсть, она просто является приправой к вашим блюдам. Я категорически не хотела поэтому и обычного животного, потому что в основном беспородистые, они все очень сильно линяют, они все пушистые. И мне этого не хотелось. Поэтому я и выбрала породистого, потому что есть список пород, где практически они не линяют. В том числе вот обесинская кошка, она малолиняющая, и вот бурма, либо бурма. Я не знаю, как правильно напишите владельцу. Я бы выбрала обесинскую на самом деле, но это воспоминания о пумике, и я подумала, что, наверное, для меня это будет больно. И целый месяц мне заводчица писала сообщение, кидала фотографию, как она растёт. В общем, мы с девочкой наблюдали целый месяц за ней, как она там поживает, она была на связи. В общем, я её забрала. Выбор, каждый сам решает, что делать, как жить, да и тем более, какую породу, либо не породу, ему выбирать. Мне кажется... Здорово, Сталин. Рыбочки. Ничего. Ты не плачь. Чувствия такая кнопочка. Поверните налево. Всё, мы приехали домой. Она немножечко мяукала. Давайте, аккуратненько доставайте. Только она очень нервничает, поэтому аккуратно. У неё стресс переживает. Привет, какая она милая. Пусть она сама выйдет. Она испуганная. Привет, какая она маленькая. Выходить она не собирается. Ей комфортно в домике. Да. У нас идёт адаптация полным ходом. Да. От мамы отобрали. Сволочи, скажи. Такие мы маленькие. Ты маленькая теперь звёздочка будешь в моих видео. Такая маленькая пусечка. Я не могу прям. У нас, да, идёт адаптация. Сейчас вам всё расскажу. Как у нас прошли первые дни. Я почти ничего не снимала. Её не тревожила. И только-только вчера она потихонечку начала доходить. Как-то реагировать даже на меня. Она вот, хоть она и совпала всю дорогу со мной, две ночи, но всё равно она очень такая, знаете, прям боялась. Но она такая маленькая. Я не могу. Господи, хочешь играть? Где наша палочка? Начала реагировать, играть. Где господи? Как она пулька. Почти двое суток прошло. Она впервые на кухне кушает корм. До этого она кушала только у меня в комнате, только в детской. Она категорически отказывалась. Мне приходилось просто миску ей под нос вставить, чтобы она кушала. Потому что она очень-очень была, видимо, в сильном стрессе. Но, кстати, знаете, несмотря на то, что у неё был сильнейший стресс, она по запаху дошла до туалета, до лотка. И сделала все свои дела. Вот такая, знаете, она дрожала просто от страха. И она дошла и все свои дела сделала в лоток. Вы представляете? Ну, она приучена. Я её два дня держала в детской комнате, чтобы девочки её окружили любовью, лаской. А ночью она спала со мной. Две ночи. Вот. Тоже хорошо. И сегодня, я думаю, третий денёчек она побудет в детской комнате. Ну, мне, по крайней мере, так заводчица сказала, что нужно её пару деньков подержать в одной комнате, чтобы она привыкла к ней. И, в принципе, она там уже даже начала вот играть, повторюсь. А до этого просто... Она в таком стрессе была, что я лишний раз её даже не трогала, чтобы просто не нервировать её, так скажем. Ну, конечно, разлучили от мамы, от братьев, от сестёр. Ну, ещё пару денёчков, всё будет хорошо. Она уже меня сегодня в 5 утра разбудила, засранка. Она уже бегала по мне, прыгала. Вот. Так что теперь это наша Манюника без имени. Ну, у нас есть, например, эти пару имён. Пока думаем, как назвать. Из них выбираем. Так что такая у нас чернышка живёт. А, в общем, я готовлю тут кушать. Обед нам. Обед, вчера и ужин. И вспомнила, что я тут на днях купила кабачки. И я не хочу дать им пропасть. И решила приготовить кабачковые оладушки. Я давно их, на самом деле, не готовила. Так что покажу вам быстренько рецепт. Ну, самый простой, ничего такого. Ну, вдруг кто забыл, хочу напомнить, что из кабачков можно ещё делать. Так, ну что, наши кабачковые оладьи готовы. На самом деле, первая партия у меня не очень получилась. Я добавила муки и всё стало на свои места. Вот такая вот красота. Конечно же, поддаваться сметанкой. Если хотите, можно сметану добавить, чесночок. Как вы любите. Блин, я миллион лет не ела кабачковые оладушки. Так что всем приятного аппетита. И не толстите. Так, значит, у нас спагетти. Курочка запеклась. Это я Настюшки, кстати, несу. Кабачковые оладушки. И вот такой вот салатик с обурцами и помидорами. Чего, не понравилось? Нет. Так, я ещё не знаю, что это будет последнее включение. Забегала только что на Вальверис. Купила на днях. В общем, я не знаю, это как, знаете, маньяк какой-то. Просто лежишь и заказываешь, заказываешь всё время с этого сайта. Постоянно что-то надо, постоянно что-то хочется. Плюс вы мне посоветовали тут кое-что. Тоже огромное вам спасибо. У меня есть телеграм-группа. Я там выкладывала пост про детскую комнату, про стулья, нужно ли менять. Буквально было вчера. Сегодня уже на пункт выдачи привезли то, что я вчера ночью заказала. Представляете, перед сном. Я уже, наверное, плохо соображала. Я закажу. Уже потом иду на пункт выдачи, знаете, как наркоман за дозой. Ну, это вообще. Надо что-то с этим делать. Хочу вам показать подстилку. Только что тоже забрала её. Такую подушечку. Решила такой сделать уголочек для нашей кошечки. Я её положу возле Кати на кровати. Мне кажется, она там идеальна. Ну, будет лежать. Надеюсь, и на ней будет лежать эта чёрная сарделька. Потому что часто бывает, когда вы покупаете что-то подобное, коты это игнорируют. Им коробки подавают. Ну, в общем, надеюсь, что ей понравится. Она такая мягкая. Я бы сама на неё вот так вот, знаете, легла. Для вашего удобства буду подписывать здесь артикулы, если вам вдруг нужны. Раз мне написали в Телеграме к этому посту про столы и про стулья, точнее. Говорит, Марина, есть для этих стульев специальные чехлы. Даже кто-то не поленился и скинул мне артикул. Я такая, опа! У меня просто Настя, ну, стул, он сам такой жёсткий, не мягкий. Настя постоянно плету доберёт, чтобы ей мягче сиделось. Так вот, я зашла, оказывается, есть чехлы. Вот раз чехол, это на Настин стул. Ну и, конечно же, я не могла обделить Катю. И на Катин стул, оказывается, тоже есть чехол, на растущий стул. Тоже ши, вы представляете? Вообще стоит это рублей 600, тоже артикула. Вот тут сейчас всё вам вставлю. Цвет я взяла вот такой специальный под, ну, а-ля шторы. Ну, там же детская, там голубой, бирюзовый есть. Мне казалось, что он не такой яркий. Ну, в принципе, я думаю, нормально. Сейчас пойдём померяем. Сейчас девчонкам отдам. Вот, давайте это тоже успокоим. Ну, Кате я взяла розовый, потому что ей всё розовое хочется. Под попу тут идёт с поролоном, под спину без поролона. Ну, в принципе, спина её особо не тревожит. Ей главное, чтобы сидеть было мягко. Девчонки, идите сюда! Сейчас я им дам, пусть они там всё делают. Потом для вас их снимаю. Так, это на всём тебе чехол? На стул. На стул твой. На стул. А это тебе, Катюшка, на твой стульчик. Это спинка, это попка. Идите. Заказала себе вот такой вот топик белый. Многим, кстати, понравился, как на мне смотрится чёрный топик. Я снималась такой, знаете, чёрный. Чёрная такая, как это называется? Я начала заказать и белый. Очень мне он понравился. Базовая такая вещь. Кроп-топ, да, по-моему, называется. Вот я чёрный купила и точно такой же белый. Вообще. Фирма вот так вот называется. Короче, вставлю всё. Для своего телефона я купила вот такой вот чехол. Я очень давно ищу себе чехол. Не могу найти нормальный, какой-то прикольный. Но вот тут увидела специальное с карточкой. Смотрите, смотрите, чтобы специально карточку вставлять. Где мой телефон? Это не сняло, если вы, я думаю, заметили. Это карта моя. Мир, который я расплачиваю. Сейчас у нас же в айфонах отрубили вот эту штуку. Кстати, напишите, не работает же до сих пор? Может быть, уже давно работает, а я не в курсе. Пришло всё. Давайте вставим. Вот такая ерунда. Вот сюда вот просто вставляете. Как то. А вот. Тынц. У меня просто эта карта, она была всё время вот так вот, болталась под чехлом, и плюс иногда даже камеру перекрывала. Теперь вот такая вот красота. Интересно, а как вытаскивать? А вытаскивать неудобно, блин. Хотя нет. В принципе, приноровиться можно. Существует проблема, и человечество решает эту проблему. Вот, пожалуйста. Мне, кстати, очень нравится. Прикольно. По крайней мере, стало более аккуратно это выглядеть. Ещё я заказала кое-какие косметические средства. Это для моей новой рубрики. Это уже в следующих влогах, потому что в этом влоге так я много наболтала. Тоже это, знаете, прям хиты-хиты. Огромное количество покупок, отзывов. Всё вам покажу в следующем влоге. Вот такие были покупки. Пойдёмте посмотрим на стуле, где девчонки справились. Пойдёмте. Не подходит по размеру? Да, увидишь, она вообще совсем не подходит. Вот этот не подходит. Сейчас решим. Насте подошло всё. Ну, это потому что эта модель, она популярная. Ну-ка, Катюшка, сядь. О, смотрите, прям нормально под шторы. Ну, что я Насте помогала его одевать. Ну, вообще. Я просто сначала не поняла, как, а потом поняла. Смотрите, классный чехол такой. Стоил 1000 рублей. Стало намного лучше. Потому что Настя с этими пледами постоянно. На стуле, да? Этот стул в пледе. Настя в пледе. В общем, всё это запутывалось. Сейчас очень удобненько. Ну, я, знаешь, я заказывала ночью. Не соображала и даже на размеры не посмотрела. Должно вот так вот здесь закрепляться. Там есть штучки. Ага. Но оно, то есть, не это. Видите, оно должно даже... Ну, короче, по размеру вообще не подошло. Оно, то есть, вот так вот закрепляться должно. Вот так вот. Только вместо пустоты вот тут должна быть сидушка. Угу. Короче, вот так должно быть. Так, надо подумать, что сделать. В общем, мы решили проблему. Я просто отрезала сбоку. Сними. Снимись. Я просто взяла сбоку, видите, отрезала вот так вот. И надела так. И всё. Вопрос решён. Взяли, блин, разрезали новую вещь. Ну, а что делать? А спинка, она без пролона. В принципе, для спинки это не особо важно. Вот так вот. Теперь это... Подожди. Теперь это твой трон. Теперь эта подстилочка будет стоять тут. Может быть, конечно, мы и... Катя. Это я не тебе купила. Вот. И покажу ещё последнюю покупку. Тоже для нашего котика. Это вот такой вот просто огромный туалет. Просто как опыт показывает с предыдущим котом. Всё у нас вот это, знаете, весь наполнитель, он разлетался в разные стороны. Каждый раз я наводила порядок. Так вот в этот раз решила заказать лоток с бортами. Видите? Он просто, конечно, огромный. Ничего не валяется. Всё время вот это всё валялось. Вот такая вот была покупочка. Буду я заканчивать влог на этой пушистой ноте. Спасибо всем большое за комментарии, за лайки. Да. Большая рекомендация от меня фильмов. На самом деле в этот раз у меня выбор... Не могу сказать, что какой-то крутой. Нет. Максимально странные фильмы я смотрела на этой неделе. Но всё же решила вам посоветовать. Первое – это «Отступление» с потрясающим Эндрианом Броуди, который играл в фильме «Пианист». Кто не смотрел, тоже посмотрите. Просто потрясающий актёр. Мне он очень нравится. Это такой вот триллер. Но «Отступление» я могу вам посоветовать. Также с ним ещё один фильм «Старый пиджак». Не помню, советовала я вам его или нет. Также тут играет Кира Найтли. Вот этих два фильма я бы посоветовала посмотреть всем. Думаю, вам понравится. Ещё один фильм называется «Раздражительность». В главных ролях играет вот эта актриса, которая в «Скрытых фигурах» также играла. Фильм, на самом деле, не могу сказать, что прям очень крутой там всё, но он заставил меня задуматься о том, какие женщины терпилы. То есть вот мы, знаете, женщины терпим, 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 терпим. И вот этот фильм как раз про женское терпение. Я не буду спойлерить, потому что если я дальше буду рассказывать, это будет спойлер. Вот прям, знаете, этот фильм советую посмотреть каждой женщине. Ну, он достаточно такой жизненный. И, не знаю, в моём сердечке отложился этот фильм. Несколько дней о нём думала. Дальше фильмы пойдут просто максимально странные и непонятные. Буду смотреть малоизвестные фильмы с, возможно, небольшим рейтингом, неамериканские. Например, вот я нашла фильм, который называется «Королева сердец». Это Дания. Максимально странный выбор, но я решила посмотреть, почему бы и нет. Это про то, как женщина взрослая совращает молодого человека. И я не буду спойлерить и рассказывать. Фильм достаточно спокойный, с некоторыми откровенными сценами. Но идея сама мне понравилась. То есть, это вот в мире происходит в нашем. Просто об этом мало говорят. Ну, либо говорят, но мы об этом очень часто забываем. Фильм, конечно, мерзковатый, я бы сказала. Ну, прям мерзкий немножечко в плане моральном. Но если вы хотите что-то новенькое посмотреть, то гляньте. Ещё один фильм. Я, короче, искала ужастик. И я очень многие ужасы пересмотрела. И ещё наткнулась на фильм «Солнцестояние». На него я, на самом деле, натыкалась очень много раз. Но я не смотрела. И хорошо, что не смотрела, потому что это полный бред. Я, по крайней мере, вообще не поняла. Идёт он два с половиной часа, девочки. Это фильм «Швеция», по-моему. «Швеция с Америкой» — это такая ерунда. Короче, какая-то дичь. Но если вы любите такие неординарные, непростые фильмы... Сюжет, кстати, незаежный. В общем, фильм... Я даже не знаю, как его описать. У меня нет слов. Не могу описать этот фильм. Можете почитать и трейлер посмотреть. Да. Но я его глянула, конечно, очень-очень странный. Ещё один фильм называется «В доме». Это такая мелодрама. Это не трейлер. Это мелодрама про историю преподавателя, ученика. Как они, вот так написано, увлекаются чужой жизнью. Тоже необычный сюжет, что-то новенькое, неординарное такое. Мне понравилось. И после вот этого фильма остаётся такой, знаете, осадочек. И ты идёшь читать рецензии вообще. Что другие люди думают? Всегда жду ваши комментарии. Смотрели вы что-то или нет? Понравилось, не понравилось? Вот. И всем пока! Продолжение следует...